Всем здравствуйте, я Алена, вы на канале 30+. Я медицинский психолог и нутрициолог. Сегодня с вами говорим про незакрытые гештальты. Что такое незакрытый гештальт и как он может действительно разрушить вашу жизнь. Что такое нераскрытый гештальт, наверное, многие слышали о том, что история с немецкого в переводе означает целостная форма, структура, образ. И, соответственно, многие понимают, что есть такие вещи, как закрытый, незакрытые гештальты и в чем это вообще в принципе проявляется. Очень часто вы пытаетесь воссоздать те же условия, чтобы все-таки завершить какой-либо процесс и поставить точку в истории. Хотя, возможно, вы сами не понимаете, почему происходят те или иные ситуации. Но ваше подсознание очень-очень часто пробует прям-таки пробиваться. Вы пытаетесь найти людей, пытаетесь найти какие-то обстоятельства, пытаетесь найти какие-то условия, которые дадут вам возможности. Например, в детстве мы понимаем, что нам необходима поддержка родителей, стараемся слушать их во всем, да, в элементарной даже какой-то безопасности. Но во взрослом возрасте происходит все по-другому. И очень часто психологи рекомендуют умерить свой пыл и понять, что работа по закрытию гештальта – это прежде всего работа со самим собой, со своей энергией, со своими силами, со своими ситуациями. И многие, знаете, что, застревая на своих вот этих гештальтах, застревая на своих ситуациях, они в жизни как-то не могут пробиться. Чем может быть опасно подобное явление? Пожалуй, самая-самая основная опасность незакрытого гештальта – это эмоциональная вовлеченность и потеря энергии, угасание жизненных сил. Появляется тревожность, апатия, выгорание. И все это приводит к различным дистрессам. Что значит незакрытый гештальт? Это значит, я собирался поступить в ВУЗ, не поступил. Я собиралась развестись, не развелась. Я собирался купить машину, но не купил. Гештальт не закрыт, в голове крутится, и я кручусь возле этих мыслей. Каким образом можно исправить ситуацию? Напоминаю, что многие не понимают, что происходит основные, какие моменты в основе происходят, почему это происходит. И обманывают, обманывают, обманывают себя. Якобы я попробую, а вдруг получится, а вдруг не получится. И очень важно пересматривать свою жизнь с точки зрения полученного опыта. Вы должны перестать ощущать свою беспомощность, перестать себя жалеть и начать чувствовать реально свою силу. Уверенность и желание идти вперед с гордо поднятой головой. Какие еще действия могут изменить ситуацию? Это спроецирование своих же страхов на какой-то предмет. Например, выделите какой-то конкретный такой момент, с которым вы хотите поработать. И мы с вами с этим действительно поработаем. Что значит действительно непрожитые гештальты в жизни и почему так происходит? Гештальт действительно бывает крутится в голове. И как вот вы едете на велосипеде, он крутится, крутится, крутится. Перед вами какая-либо картина. Если у вас нет неврологических нарушений и неполадок, то, соответственно, вы крутитесь со своими гештальтами. Почему мы там крутимся? Потому что пока мы не завершили то, что мы хотим, то, что мы видим, мы как будто бы не можем от этого оторваться. Другой момент, предсказания корректируются, и это можно корректировать. Что нужно знать о гештальтах? Гештальт это целостный образ, создаваемый нашим восприятием. И мы четко-четко должны научиться принимать то, что мы можем принять, и делать то, что нам интересно. Если мы не закрываем то, что нам интересно, это переходит в хронику, и наша психика как бы отрабатывает время. То есть мы, например, можем уже заниматься чем-то другим, а наш мозг работает в ту сторону, которая должна уже работать в моменте. И я напоминаю, что когда вот ко мне обращаются, да, и говорят, гештальт не закрыт, я понимаю, что не развелась, или я понимаю, что так не поменяла работу. Я, например, там встретилась с близким и поняла, что хочу по-другому. Это все правда работает. Еще один важный момент. Способ закрыть гештальт можно самостоятельно. Во-первых, нужно остановиться, прекратить его, отрицать, принять и смириться с существованием. Иногда бывает все это достаточно. Другой момент. Перестать подпитывать его своими эмоциями. То есть осознавать вот как небо голубое-голубое, вы просто видите и все, и какое-то безразличие. Чем опасны незавершенные дела и отношения? Незавершенные гештальты опасны тем, что действительно требуют расходования от огромного количества психической энергии. И это приводит к эмоциональному истощению. Такая история провоцирует различные расстройства. Ухудшается самочувствие, снижается критичность мышления, возникают трудности в межличностном общении и начинаются проблемы во всех сферах жизни. Напоминаю, если человек, переживающий потерю близкого, столкнувшийся с крахом своих надежд, мечтаний, ставший свидетельством катастроф, что он может? Все, ребята, все, как только он действительно решит, что он может. И другой момент, просмотр своей психики, своих вот этих моментиков, они очень сильно помогают. Терапия действительно может проходить с этим человеком, лучше всего, конечно, когда индивидуально. И когда не решаются самые базовые вопросы, а-ля открыть бизнес, переехать, сменить работу, и человек крутится в этом, это просто истощает. Им эмоционально и нервно человек не может никому передать свои вот эти моменты. То есть мы с вами же понимаем, о чем это. Помимо небольших дел, вопрос незавершенного гештальта обычно касается, бывает, и глобальных вещей. Это мечты, жизненные цели, приоритеты, бывают деньги. И пока человек обслуживает какие-то свои страхи, или, например, выбирает постоянно похожих партнеров, да, когда его постоянно предают, постоянно, постоянно это происходит. Это очень страшно. И наступая на те же грабли, попадая в одну и ту же ситуацию, человек может чувствовать себя очень-очень дискомфортно. Поэтому закрывать гештальты нужно осознанно со своим психотерапевтом и работать по закрытию своих реальных целей. Пишите вопросы, я с радостью вам отвечу. И напоминаю, что задача психолога-психотерапевта увеличить осознанность действий человека и обратить всего лишь его внимание на то, что он делает и для чего. То есть неосознанное из мира вот этого человека вывести в осознанное состояние, чтобы он мог управлять. Вот как алкоголик или какой-то кофеголик, да, ну вот кто угодно имел какую-либо зависимость, да, чтобы он не... Чтобы он это просто ощущал, что ему там чего-то хочется. И все. Ведь ощущать это не значит действовать. Но когда оно на подкорке, это очень страшно. Очень страшно, это блокирует энергию. Подписывайтесь на мой канал, пишите вопросы, с радостью вам отвечу. Субтитры сделал DimaTorzok